Приветствую тебя, дорогая республика! Надеюсь, что этот день у каждого из вас начался с правильной ноги, неубежавшего молока и хорошего настроения, которое студия 11 обещает вам не испортить. Вот что мы сделаем вместе прямо сейчас. Полетаем над заснеженной тундрой с Генрихом Немчиновым. Попаримся в правильной бане с Евгением Кадирой. Поздравим КВН-чиков республики с Северином Арпа. Почти половина россиян признали, что хуже работают с приходом холодов. Это результаты опроса исследовательского центра сервиса зарплата.ру. Большинство опрошенных отмечают более быструю утомляемость при минусовых температурах, сонливость, невозможность проснуться утром из-за темноты, апатию, из-за долгого отсутствия солнца и даже обострения депрессии. Знакомо? Да, нам, северянам, не так-то просто живется с уходом летом. Россияне также рассказали, что для борьбы с плохой работоспособностью начинают пить витамины, увеличивают потребление кофе, активизируют занятия спортом, стараются больше гулять или отдыхать. Кроме того, 31% респондентов признались, что зимой хотели бы полностью работать удаленно. 25% хотели бы, чтобы рабочий день начинался позже. Ну а 17% опрошенных хотели отдыхать в течение рабочего дня. А как бы проголосовали вы? Я лично поставил бы плюсик напротив каждого из этих вариантов и добавил бы еще один. Зимний хандрой нужно бороться яркими впечатлениями. Вот наш земляк Генрих Немчинов холодов, морозов не боится. Более того, он тратит драгоценное тепло на то, чтобы показать вам, зрителя, насколько интересно и красиво наша коми-земля во всех ее проявлениях. Мы взлетели над коми-пармой, а мне вспомнили стихи коми-писателя Виктора Алексеевича Савина. Мне знакомо коми-море, без конца и края лес. Поет, кормит наше море. Приходи, работай здесь. Мне знакомо коми-море, без конца и края лес. Да, с высоты наша республика особенно прекрасна. Сразу проявляются масштаб, величие и невероятная красота пармы, тундры, уральских гор. А как хороши игривые северные речки. Одну из таких запечатлел фотограф Борис Фомичев. Она до сих пор сопротивляется зимнему плену, хотя все вокруг уже сковано льдом. А это кадры из Ижмы от Анастасии Филипповой. Кажется, что большая медведица вот-вот спустится в коми-парму. После таких красочных, но все же холодных кадров хочется согреться. Приглашаем вас в баню. Ну а если вы не любитель такого вида очистительно-согревающих процедур, то, скорее всего, у вас был негативный опыт и его нужно срочно перекрыть позитивным. Советы пармастера вам в помощь. Перед тем, как в баню вообще пойти, необходимо, конечно же, пообщаться со своим врачом, терапевтом. Ну и вообще, у кого есть какие-то, может быть, хронические заболевания, это тоже очень важно. Допустим, онкология, это противопоказание, да, давление, если оно у вас пониженное бывает, это тоже. Ну тут можно в баню ходить, но нужно понимать, что в бане и так перепад давления очень сильный, поэтому нужно аккуратно. Не рекомендуем баню посещать, если после операции человек, соответственно, швы там и тому подобное. Во время беременности, ну тут все индивидуально. И дети, самая наша такая категория – это дети. С ними нужно прямо совсем аккуратно, мягко, комфортно, чтобы было ребенку. Это как? Допустим, большая ванна с водичкой, да, это открытая дверь, чтобы достаточно было воздуха, он поступал в баню постоянно, чтобы ребенку легко, хорошо дышалось, чтобы он не чувствовал какой-то жаркой или сильной температуры. Веничек можно ему дать, но для него, мне кажется, это будет как бы что-то большое и такое допугающее. Можно дать какую-то веточку или какой-то веничек, вот как мне бабушка в детстве, она делала для меня специально маленький такой хороший красивый веничек, она собирала березку, травки. Я говорю, вот этим веничком ты сегодня себя парь, особенно вот эти праздники, там купала, вот эти все вещи, она это очень любила, очищала и как бы, может быть, она передала. Поэтому с детьми нужно от трех лет можно, в принципе, уже смело заводить ребеночка, если у него нет опять же противопоказаний, и уже мягко-мягко-мягко прогревать. То есть, если не хватает чего-то, обязательно окошко в парной можно приоткрыть, либо дверцу. Регулировать как-то движение воздуха, чтобы она всегда... Это не только детям, это вообще рекомендую всем тем, кто любит баню и кто постоянно в ней ходит, и новичкам особенно, следите за тем, чтобы в бане было комфортно и хорошо. Нежелательно ходить в баню после застолий. У нас почему-то так принято, что если мы с вечера хорошо погуляли, и утром у нас болит голова, то мы топим баню и идем в жаркую баню оставить всю хворь там. На самом деле это большое заблуждение, потому что этим можно очень сильно себе навредить, и мы не рекомендуем ходить в жаркую баню вот именно в таком состоянии, потому что человеку может стать плохо, а мы об этом не думаем. Плохо может стать от того, что нагрузки колоссальные в бане. Многие заблуждаются, особенно мужская часть населения, они думают, что мы мужчины, мы бруталы. Многие воспринимают парную как спортзал, я уверяю вас, это не спортзал, и баню надо посещать всегда по самочувствию. Движение КВН отмечает в этом году свой юбилей — 60 лет. Его последователи есть и у нас в республике. Некоторые ребята сегодня играют даже в высшей лиге в составе команды имени меня. К слову, в этом году мы увидим их в финале самой главной лиги КВН. Но также на фронтах юмора продолжают смешить зрителей и другие команды. В их числе команда «Иджит-Гаджет» из Эжвенского района города Сыктывкара. В декабре они примут участие в финале игр Поволжской лиги в Кирове. Это одна из центральных игр Союза КВН. Как идет подготовка и как настроены ребята, узнал мой коллега Северин Арпа. Друзья, вы играете в Поволжской лиге, первый сезон. Как он складывается для вас? Пока что удачно. Проходим по всем стадиям нормально. Не первые места, но с трудом пробиваемся дальше. Дошли до финала. 10 декабря состоится, поедем в Киров играть. Как принимают зрители в Кирове? Зритель в Кирове невероятно теплый, отзывчивый. Мы полюбились, это очень радует, это видно, это чувствуется. Нам очень нравится кировский зал, очень нравится кировский зритель. У нас взаимная любовь. Данил, я знаю, что волонтеры в Кирове очень сильно помогают, да? Да, там есть большая группа ребят, спасибо им огромное, которые за бесплатно, за добрые слова готовы прийти на помощь, выйти на сцену, в массовке поучаствовать, реквизит найти, сделать. Даже вот две девочки, Надя и Дария, нам делали огромный попыт в 12 ночи за день до игры. Вот, спасибо им огромное. Я знаю, что ты один из главных источников юмора в команде, и как КВНщик, хочу спросить все-таки, где находишь вдохновение, когда пишешь юмор? Или это находит само собой? Ну, главное сесть, начать писать, а там потом придет и редактура постоянная советует какие-то моменты, где лучше, в какую сторону лучше думать, в какую сторону лучше развиваться и идти. Расскажите, конечно, кто же ваши судьи? Судьи – это и команда КВН «Вятка», которые являются чемпионами высшей лиги. Также ребята стараются приглашать и других участников, в том числе и чемпионов высшей лиги. За это время нас судили участники команд «Татнефть», «Сок», «Самара», «Девчонки». В общем, я так понимаю, там стараются подбирать тоже, чтобы вам не так просто все это было, да? Да, профессионалов. Конечно, да. Кто основные, Данил, у вас такие соперники? С кем сложнее всего бороться? Ну, со всеми соперниками сложно. Там играют команды из Нижнего Новгорода, из Рязани, из Самары, из Набережных Челнов. И все очень опытные, все очень смешные. Наверное, нет такого фаворита конкретного, на которого все выставили, поэтому непредсказуемый финал будет. Ну, ваша команда довольно малочисленная. Как удается? Это вообще помогает выступать? То есть, может быть, лучше координация, чем когда команд там по 10-15 человек? На самом деле сейчас мало команд по 10-15 человек. Все там, ну, 5-6 человек. Но так гораздо легче репетировать в плане, что быстрее собираемся, быстрее все планы свои там подкорректируем. В общем, это нам не мешает. Оль, скажи, пожалуйста, в чем кайф вот игры в КВН? О, Господи, КВН – это жизнь. Есть даже песня такая. КВН – это жизнь, КВН. Это воздух, которым мы дышим. И не КВНщик, человек, который не входил в эту систему, наверное, не поймет, возможно, а может быть и поймет, если человек, увлекающийся, горящий своим хобби, то, возможно, и поймет, как это, когда у тебя другого образа жизни уже, в принципе, нет, нет, и нет пути назад. Вот так вот. Ну, КВН – это действительно воздух, которым мы дышим. Ну, КВН все-таки там, КВН – клуб веселых и находчивых. Вот, Данил, находчивость есть такая? Помогает по жизни? Да, конечно, есть. КВН помогает нам находить быстрые пути решения, вот буквально за ночь, там, переделывать всю работу. То это и в учебе, и в работе, и в жизни просто там строить свои планы экстренно. Очень помогает в плане пунктуальности и в плане делать все в определенные сроки. В общем, очень сильно развивает нас как личности КВН. Я знаю, что у вас скоро будет концерт. Да, когда планируется? Где? 19 ноября, вот здесь недалеко от того места, где мы снимаем, это Шудлун. Вход по QR-коду, кстати. 16.00. Просто, друзья, ни пухом, ни пера вам в Кирове на финале 10 декабря. К черту! Полетали, погрелись, посмеялись, ну и теперь немного отдохнем. Совсем скоро мы вновь выйдем в эфир и продолжим позитивом растапливать снег, уныние и лед обыденности. Дождитесь! В эфире Студия 11 и мы продолжаем наш согревающий эфир. И вот чем займемся во второй части нашей программы. Раскопаем коми-землю в поисках уникальных археологических находок. Узнаем, как распознать диабет на ранних стадиях. Послушаем веселую песенку про бабушку. Всем знакомая ситуация. Сдостаешь из шкафа зимнюю куртку, а там в кармане забытые прошлой зимой 100 рублей. Волей-неволей воодушевишься этой находкой и ходишь весь день в хорошем настроении. Но давайте поговорим про находки помасштабнее. Например, археологические. Чем могут похвастаться ученые нашей республики? Узнаем из следующего сюжета. Каждый год археологи республики Коми добывают новые знания первобытной истории. Благодаря раскопкам ученые находят следы и остатки жилищ древних людей. Анализируют каменные и металлические орудия, керамическую посуду и украшения. Предметы быта, которые наши предки сделали, приобрели и использовали. Одно из таких открытий – поселение Мартюшевское-2. Его обнаружили вблизи поселка Мылова Троицко-Печорского района. Там была открыта и изучена единственная в Северной Евразии мастерская по изготовлению кремниевых украшений «Лунниц» – символических изображений, напоминающих серп Луны. Эта находка выявила новые источники для изучения иррациональных представлений первобытных людей. Еще один памятник археологии – поселение Мучкас. Он находится на правом берегу реки Мезине. Его обнаружили еще в 1975-м. В 2020-м были изучены следы и остатки углубленной в землю постройки. Она могла служить как элементом отопления и вентиляции жилища, так и выполнять функцию входа-выхода. А может быть и тем, и тем. Благодаря поселению Мучкас выявлены и описаны способы приспособления первобытного человека к изменчивым условиям нашей природы. И, конечно, нельзя не упомянуть про стоянку Бызовая. Учеными выдвинута гипотеза, что именно там, на реке Печора, 28 тысяч лет назад могли обитать последние представители неандертальцев. На 550 квадратных метрах культурного памятника было обнаружено 313 каменных артефактов, в том числе каменные ядрища. Их использовали для скола заготовок. Одни ученые рассматривают находки как следы неандертальцев, другие с такими выводами не соглашаются. Как отмечают сами археологи, не всегда значение этих открытий очевидно. И только со временем и накопленными знаниями история приоткрывает свои тайны. Сахарный диабет – это заболевание, при котором повышается уровень сахара в крови. В прошлом году в России было зарегистрировано более 4 миллионов человек с диабетом. Однако истинная численность людей с сахарным диабетом в нашей стране в 3-4 раза превышает зарегистрированную. Можно ли приобрести эту болезнь и дает ли организм знать, что он заболевает? Узнала Алена Туркина. Ольга, здравствуйте. Рада видеть вас у нас в студии. Знаю, что сейчас процент больных диабетом растет. С чем это связано? В мире 420 миллионов пациентов с сахарным диабетом – это составляет 6% от всего населения планеты. В Российской Федерации диабета тоже много. В Республике Коми зарегистрировано более 4,5 миллионов. Обращаю внимание на слово «зарегистрировано». То есть пациентов может быть гораздо больше, только на учете состоит такое количество пациентов. В Республике Коми более 34 тысяч пациентов с нарушением углеводного обмена. Из них порядка 28 тысяч – это пациенты со вторым типом диабета. И порядка 1500 – пациентов с сахарным диабетом первого типа. И хотела отметить, что с 2014 года в Республике Коми пациентов с сахарным диабетом второго типа стало на 12 тысяч больше. То есть пациенты увеличиваются. Почему идет такой рост? Ну, это общая мировая тенденция. Количество пациентов увеличивается в основном за счет сахарного диабета второго типа. Связано это с тем, что современный образ жизни пациента предполагает появление таких факторов, которые будут провоцировать развитие второго типа диабета. Что это? Это низкая двигательная активность, это избыток калорийности пищи у человека. Соответственно, эти факторы ожирения являются прямым поставщиком пациентов с сахарным диабетом второго типа. Вы сказали, что не все пациенты стоят на учет. Почему? Они не знают, что у них диабет? То есть он протекает незаметно? Если доктор обнаружил сахарный диабет, он регистрирует данного пациента, вносит его в регистр пациентов с сахарным диабетом. Регистр ведется у нас и в Республике Коми, и это российское введение. Соответственно, если пациент обратился в поликлинику, он само собой будет внесен в регистр. Если пациент не обратился в поликлинику, лечится в частных фирмах, лечится самостоятельно дома, то такой пациент будет неучтенным. И все-таки, если говорить о звоночках диабета, есть ли такие, на что стоит обратить внимание и вообще как-то проявляет ли себя болезнь? Сахарный диабет – это коварное заболевание. Очень часто от момента возникновения второго типа диабета до его обнаружения проходит 2-3-4 года. Соответственно, эти годы человек никак не чувствует появление заболевания, ничего его не беспокоит. Однако заболевание уже течет, оно может приводить к каким-то неблагоприятным эффектам, к сосудистым проблемам. И единственным методом своевременно обнаружить диабет второго типа – это своевременное лабораторное исследование крови на сахар. Есть группы риска развития сахарного диабета, и если пациент входит в группу риска, то необходимо проверять сахар не менее 1 раза в 3 года. Кстати, вот о группах риска. Бывает ли диабет приобретенным или все-таки он передается по наследству? Приобретенным – это, наверное, очень приблизительно сказано. Приобретенным сахарный диабет бывает в том случае, если провели какую-то хирургическую операцию на поджелудочную железу, то есть на тот орган, который синтезирует инсулин. Все остальные варианты диабета – это обычное течение диабета. Второй тип диабета в своей основе чаще всего имеет наследственную предрасположенность. И те факторы образа жизни, которые воздействуют на человека, могут либо приводить к появлению диабета, либо не приводить. То есть если человек выбрал образ жизни, который сопровождается избытком питания, который сопровождается низкодвигательной активностью, вредными привычками, при наличии наследственности диабет появится раньше. Если человек выбрал здоровое питание, активный образ жизни, отказ от вредных привычек, то вполне возможно, что диабет либо не возникнет, даже если есть наследственность, либо возникнет весьма-весьма в преклонном возрасте. Это значимый фактор. Ольга, я думаю, и вы сейчас все со мной согласятся, что мы живем достаточно непростое время, где тут коронавирус активно развивается. Мы знаем, что пациенты с диабетом в группе риска. Давайте поговорим про прививки. В настоящее время нет данных, которые говорили бы о том, что пациенты с сахарным диабетом заболевают коронавирусом чаще. Какие же данные есть? Данные есть о том, что течение заболевания коронавирусом при сахарном диабете протекает тяжелее. Чаще всего возникают тяжелые формы. Но исходя из этих знаний, из знаний того, что будет неблагоприятное течение заболевания, неразумно отказываться от мер защиты, от вакцинопрофилактики. Вакцинопрофилактика при сахарном диабете желательно. Сахарный диабет не является противопоказанием к вакцине от коронавируса. Спасибо большое за информацию. Сыктывкарский бард Алексей Фролов Недавно поделился веселой песенкой о бабушке. Включите своей старшей родственнице, повеселите ее. Старая слабая бабушка Поставила дома ключик Звонила старая бабушка Но не открыл ей внучек Старая бабушка ухнула, дверь кулаком бахнула Довая дверь рухнула, соседка на кухне ахнула Качнулся сосед на ступле Звалился с кроватки внучек Упала с полки кастрюля И маленький бабушкин ключик Старая слабая бабушка Оставила дома ключик Друзья мои, не забывайте своих бабушек и цените каждое мгновение, проведенное с ними. Берегите бабушек, не обижайте их и не обижайтесь сами. Ведь они желают нам только хорошего. Не стесняйтесь говорить, что вы их любите. Позвоните или напишите своей бабушке прямо сейчас. А лучше крепко обнимите. Ну что, друзья, надеюсь, мы добавили солнца в этот холодный понедельник. Пусть вся неделя пройдет гладко и разнообразно. Это была ваша студия 11. До скорой встречи. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует...